Вадим Старк написал замечательную книгу, которая вошла в серию книг «Жизнь замечательных людей», Наталья Гончарова называется. Каково моё мнение о Наталье Гончаровой? Оно всегда было немножко отрицательным. Я думала о ней как о легкомысленной вертихвостке, которая не понимает, за кем она замужем, и которая, пусть и косвенно, но всё-таки послужила причиной гибели, скажем так, достояния нации, можно так выразиться, наверное. И, собственно, на протяжении... В итоге моё мнение так и не изменилось особо. Единственное, что я хочу добавить, то, как отнёсся к ней окружающий мир после произошедшей трагедии, то, что она пережила, пока её муж по её вине умирал, то, как она сама умирала, оно, я считаю, отчасти всё-таки искупает её вину, хотя полностью я её с ней не снимаю. Ну, таково моё мнение. У кого-то оно может быть другим. Книга очень содержательная, очень познавательная. Я далеко не профан в плане биографии Пушкина, но я для себя нашла очень много всего удивительного в этой книге. Мне кажется, название не вполне точно отражает содержание книги. Может сложиться впечатление, что она только Наталья Гончарёна и, на самом деле, нет. Она рассказывает достаточно подробно о людях, которые как-то приближены к Наталье Гончаровой, и к Александру Сергеевичу, и даже о убийце. Доканет его имя в забытье даже о нём немножко рассказывается. С чего начинается книга? Она начинается с записи о рождении Натальи, который сделал в своих дневниках её родной дедушка. Рассказывается, откуда идёт род Гончаровых, о том, что отведётся от лужского посадского шечника Гончара, что, собственно, и нашло отражение в фамилии. Рассказывается, через какие ветви Наталья и Александр Сергеевич приходят эту другую родственниками. И через какие, кстати, ветви Исламоносовым, Пушкин родственникам, получается. И даже сказывается немножко история рода Лонских. Лонской – это второй муж Натальи Гончаровой. Это человек, который сам интересуется родословно, и вычитала слова в книге, которые мне такими родными показались. Сейчас я тебе их процитирую. «Для современного человека в эпоху разрушенных связей между целыми сословиями курьёзно представляется родство людей далее третьего, четвёртого колена, ибо порой забытыми оказались даже имена дедов и прадедов. В Древней же Руси почти считалось делом чести и непременным фактором сосуществования в обществе, «Счесться родством, каким бы отдалённым оно ни казалось». Также хочу отметить, что автор не поленился уделить внимание после Пушкинскому периоду жизни семейства Гончаровых, что редко встретишь невосекой книги, в общем, встретишь это, и, что очень-очень любопытно, рассказывает о последующей жизни потомков Пушкина. То есть, собственно, о его детях. Кстати, одна из его дочерей породнилась родом Романовых и послужила причиной отрекания от престола одного принца. У меня вообще, как-то я пока читала книгу, у меня произошло какое-то вот зацикливание на имени Наталья. Всем известно, что в источниках страны, где очень часто все отдыхают, Египет, Тунис, Турция, русских девушек называют Наташами и в это вкладывается не совсем хороший смысл. Мне кажется, что, учитывая, что Пушкин является фактически создателем современного русского языка, и у него столько много ходит легендарных случаев, когда он действительно явился поводом для возникновения какой-то фразы, которая всеми употребляется, теперь впоследствии стал афоризмом или чем-то вроде этого, то мне начало казаться, что девушек русских называют Наташами, в общем, многие у этого обычая растут именно от Гончаровой. Я, может быть, и не права, и, скорее всего, так и есть, имею в виду, что я не права, но вот мне начало казаться после прочтения этой книги. Кстати, вот я упоминала Гончину Пушкина, она в книге описана столь выразительно, что я словно на его почувствовала запах, которая обычно витает в доме, где находится покойник. Чтобы было это все живо как-то и очень реально. Признаться, у меня есть предубеждение до советской эпохи, что все, кто по сословию был выше крестьян, такие мега обходительные, вежливые очень, люди, люди с аристократическими манерами, проще говоря, ну что, потомок крестьян все-таки. Что я могу еще об этом думать? В общем, я осознаю, что я заблуждаюсь, но все равно меня очень удивило, в общем, человек, который считается что-то вроде попечителя или отчима, убийцы Пушкина, выразился о сестре Натальи по имени Екатерина следующим образом. «Дылда, похожая на ручку от метлы». Очень язвительно, мне кажется. Неблагородное сказание. Когда я читала книгу, мне все время вспоминалась повесть моего обожаемого Крапивина под названием сказки «Севы Гущенко». Там буквально в 3-4 строчках очень емко и точно описывается пушкинская жизнь. Ну, не то, чтобы прям жизнь, а вот его творчество и его отношения с властью тогдашней. Я поразилась. Крапивин смог в 3-х строках выразиться, выразить то, что автор книги Наталья Гончарова пытался, ну, выражал большую часть книги. Как бы не критика в сторону одного из авторов, это просто констатация факта. Удивило меня также и то, до какой степени век был золотым. Столько величайших поэтов, писателей, историков, Карамзина, например, общалась, ой, жила и общалась между собой в один временной период. И меня удивило вот это вот засилие гениальности, что ли. мне как-то это так удивительно и поразительно. Конечно, нам на уроках литературы преподавали все это, но до прочтения этой книги я в полном мире не осознавала, до какой степени это... мне даже слов нет. С этой книгой все. опять тебе название дуги, так можно перейти и посмотреть еще какое-нибудь мнение мое.